Особое мнение на 101FM Надеюсь, меня будет хорошо сегодня слышно Так вот, возвращаясь к вопросам Вчера в городе прошли праздничные мероприятия Посвященные Дню Победы Великой Отечественной войне Традиционно был организован парад на театральной площади Заявлялись различные мероприятия С утра до вечера Вы, Сергей Николаевич, вчера присутствовали в городе Наблюдали мероприятия К сожалению, в городе меня не было Хотя потом хронику я посмотрел По телевизору И я считаю, что как всегда Город подготовился достойно Достаточно для меня Например, лично Очень такому светлому празднику Ну, наверное, со слезами на глазах Вы считаете, что достойно По сравнению с предыдущими годами Или вообще это как-то, вы говорите Традиционно там достойно Мне ни погода не повлияла Я о чем хочу сказать Когда я видела репетицию парада И слышала отзывы об этой репетиции Очень грустные выражения были у лица О том, что парад достаточно жалко И зрелище сейчас вообще Представляет в городе Кире И даже идут такие разговоры И они очень муссировались Еще и до парадов В том числе и московского Что вообще зачем он нужен Зачем такие деньги Вкладывать вот в эти парады Зачем мы вообще туда будем ходить А давайте-ка лучше Там, не знаю, поможем ветерану Да это редко звучало То есть такая волна о том Что сейчас не нужны такие мероприятия Не нужно делать таких акцентов И даже, что это показуха Вы это слышали? Замечали, что такая тенденция идет? Я это видел на некоторых сайтах В интернете Но вот с моей точки зрения Это все-таки обсуждение В некотором узком сегменте Потому что я не вижу Никаких предпосылок Для того, чтобы Что может случиться Для того, чтобы это не сделать Например, вся страна Потеряет к этому мероприятию интерес А может такое случиться? Я боюсь показаться абсолютным циником Но, наверное, когда-то интерес к этому празднику Будет менее значим Все равно поколения за поколениями уходят Все-таки мы это еще Пусть, допустим, не прямые участники Но, тем не менее, бабушки, дедушки То есть вот, ну, что называется Расстояние Но мы-то с вами помним еще Да, расстояние, на которое можно прикоснуться Оно же все равно становится длиннее И, соответственно, не теряя значимости Может быть, формы-то будут и меняться Ну, вообще, парад 9 мая И День Победы Это, может быть, наиболее значимый праздник В истории нашей страны Вот государство последних полутора веков Был, да? И сейчас, если вы говорите о том Что с течением времени Со сменой поколений Будет менее востребовано Будет забываться, правильно ли это Может быть, стоит предпринимать какие-то действия Чтобы память не исчезала Вот, кстати говоря Один из авторов газеты «Вятский наблюдатель» Александр Чупраков В своей статье «Убиваем память о войне» Он повторяет название программы Которая на Питерском канале прошла Пишет Оказывается, в России осталось 263 тысячи Ветеранов Великой Отечественной войны Хотя еще год назад было более 700 тысяч Мы теряем этих живых героев Носители нашей истории Катастрофические А вместе с ними теряем свою историю Тем более, подчеркивает он Что тенденции, которые наблюдаются внутри страны Способствуют забвению Я-то понимаю, что акцент на том Что не просто смена поколений А есть некие тенденции в стране Которые способствуют забвению памяти Этой героической победы Согласны вы с этим? Нет Я с этим не согласен Мне вот Действительно что-то есть Но надо только понимать Это локальные какие-то вещи Или это попытка На самом деле С моей точки зрения Самое циничное Это сделать себе имя Вот на таких вот Я не по поводу автора Но в принципе То есть есть какая-то тема Она для всех Злободневная, актуальная И вот на ней начинают передергивать Причем передергивают ведь как Вот выдавая за собственное мнение На самом деле Все свои собственные мнения Которые выдаются в какой-то общий доступ Их как-то надо для себя оценивать Может быть Нет Ну на самом деле Александр Чапраков-то Приводит правильные совершенно Примеры Которые мы с вами Не возвращаю Действительно И в школах надо это все популяризировать И Ну вот Что это Вот если допустим Вынесли Музей из школы Да Если это одна школа Во всей стране То наверное это не тенденция То есть мы все-таки Давайте Если мы говорим о тенденциях Мы говорим о процессах Да Если мы говорим о разовом Неумном директоре Ну это разовый неумный директор А вот действует Кстати не сказан Какие действия По отношению к этому директору школы Хочу уточнить для наших слушателей Что в одной из российских школ Новый директор Вынес просто из школы Музей воинской славы Я так понимаю Полностью Да Что он там сказал Ну сказал что не нужно Это совершенно Нет он сказал что Не потерпит в школе милитаризма Милитаризма Да Вот понимаете Идеология Даже комментарий В общем-то говорит О его уровне развития Не очень умного человека Вы хотите сказать Да А с другой стороны Все-таки мы говорим о том Что вы наверняка Наблюдали у нас У вечного огня Затушенные окурки Прямо звезду Памяти героев И что Сейчас очень трудно Собрать детей На классный час Посвященный Великой Отечественной войны И не смотрят они Уже такими глазами На эту войну И на наших героев Мы сейчас говорим о том Что тенденции Которых наверное Имел ввиду Александр Чепраков Это общая идеология Которая существует В стране И вообще Есть ли она И правильная ли она В привязке К этому празднику То есть мы говорим Национальная идея Да Вы чувствовали вчера Что национальная идея Витает в воздухе Поскольку Массовые мероприятия Мне вчера были доступны Только по телевидению Я скажу что да Я конечно очень искал На московском параде Ради нашего земляка Сергея Леонидовича Соколова Маршала Советского Союза Что-то так и не увидел То ли у него Все-таки Возраст у него уже почтенный Может быть и со здоровьем что-то Мне очень хотелось его увидеть Ну вот смотрите Да Говоря о памяти Которая существует Наших героев Также в этой же статье Возвращаясь к Александру Чепракову Его статье Убиваем память о войне Он пишет о том Что очень большая проблема О том Проблема ухода за памятниками Памятниками павшим героем Да О том что кладбища Не убираются Могилы героев Не восстанавливаются В городе Кирове Я вот Весь этот период времени До Праздника Победы Не слышала ни одного сообщения О том что У нас происходят Какие-то мероприятия Именно по благоустройству Мест где были захоронения Солдат Может быть я не права Упустила что-то Вы в курсе? Такие мероприятия Традиционно проходят Каждую весну И я не считаю Что действительно Надо в прессе Упоминать об этом Это текущая плановая Работа муниципалитета А вот то что мы Не упоминаем об этом В прессе О том что мы не вводим Туда детей и школ Может быть это как раз И способствует тому Что забываем мы Я боюсь ошибиться Но по-моему до сих пор Дети ходят и принимают Участие Как раз вот Смотрите Мы с вами не знаем Получается То есть мы не можем Точно сказать Именно потому что Пресса-то не транслирует Ну хорошо Смотрите Возвращаемся К слову победа Помните В прошлом месяце Очень активно Муссировался вопрос По поводу Парка победы В Кирове О том что часть Парка победы Кстати посвященная Нашим героям Нашей великой победы Откусили И отдали Собираются отдать Или может быть Уже отдали Под бизнес застройку Что это такое Это вот надругательство Над памятью Или это чисто Коммерческое развитие Экономическое развитие Нашего города Без этого не обойтись Поскольку активно Принимал участие В этих процессах Так Вот интересно Безусловно Я считаю Что это Никак не повлияло На тот мемориал Который находится На парк победы Потому что Исторически Даже Никто и не называл Парком победы Во-первых Во всех документах Территория Прилегающая К парку победы Во-вторых Парк победы Мемориальная зона Они четко ограничены Их это ничего не коснулось Так отдали все-таки землю туда Отдали конечно Это же еще отдали В феврале Так Землю отдали Скажите А вот этим людям Которые отдали землю Там ничего не навязали сверху Чтобы они привели в порядок Навязали Да Навязали Там по требованиям Градостроительного плана Мы специально ввели Отдельную категорию Там Озеленение Не менее 30% площади Вот За цифру не отвечаю Но по-моему Столько Не менее 30 Может быть даже больше Цифра То есть Виды сооружений Если там получают Развитие детский спорт А там именно это и планируется Теннисы и прочее Ну Союз вот этих вот То есть смотрите Там у нас есть комплекс Спортивных сооружений Да Корты И достраивают дворец Единоборств Если все это Вся эта инфраструктура Будет закончена И будут нормально Парковки И место покушать И в общем-то Дорожки где побегать Не тот полукустарный стадион Который сейчас есть Что в этом плохого Я например Ничего плохого В этом не вижу Ну вообще Сергей Николаевич Вы замечаете Что город Это весной Очень таким просторным Сделался Да Я имею ввиду Вырубку деревьев Не только в Парк Победы Это касается Многих мест То и дело Смотришь Был практически лес Сейчас ничего не осталось Мне даже интересует Склон к реке Вятки Вот эта дорога К старому порту Который полностью вырублен Это что такое Почему вырубили деревья Там какая-то Коммерческая Постройка Не предусматривается Склон Не укреплен Вообще С чем вырубки связаны Как вы к этому относитесь На самом деле Я к этому отношусь Как к неизбежному процессу Я бы Единственное Что я его разделил На несколько частей Относительно вашего примера Склон Что такое склон Что снесли Те насаждения Которые Планово посадили В необходимом порядке С конкретной целью Нет Это та поросль Которая за многие годы За десятки лет Выросла в деревья Между прочим Когда мы начали Прибираться Во враге Где мостик проходит Вот как раз Съезд туда Самоубийство Мост вы имеете ввиду Ну перед ним Да Когда снесли деревья Стало понятно Что как раз Эрозия почвы И наличие деревьев Это процесс Получается параллельное Там как раз Надо проводить мероприятие По укреплению Там выгребли По-моему Несколько машин Мы выгребли Мусора на субботнике Которые Бомжи Натащили Пользуясь тем Что там ничего не видно Какой прекрасный вид Открылся Вот когда проезжаешь На реку И Мы знаем Что Если сперва Жители были недовольны То потом говорили Что ну в общем-то Действительно красиво Мне очень нравится В Нижнем Потемкинской Вот эта вот Набережная Лестница И то как они это сделали Что можно действительно Вот по таким Наклонным Дорожкам Спуститься вниз И прогуляться Я считаю что Наоборот Набережная получает Новое развитие И Второй процесс Если мы сносим Старые деревья Ну это же тоже нормально Правда Есть еще третий процесс Городу надо жить Развиваться И если Его транспортные вены Пухнут И не пропускают Вот я не знаю Руководство Города Как-то раз По моей информации Она непроверенная Не решилось Расширить Октябрьский проспект За счет Аллеи Да Так что это плохо Что ли На самом деле Есть некие Неизбежные вещи Вот например Почему Вот Вернее так Несколько лет назад Я понял Почему в европейских Городах Висят вот эти Мешочки для собак Если у нас Идет тротуар Газон Дорога То у них Тротуар Дорога Да То есть собака Куда бы Из нее не сходила Везде Она на виду И мешается А у нас это удобрение Да У нас пока удобрение Наверное Все равно Жизнь меняется Развивается Это не значит Что мы должны Все сейчас парки убрать Конечно Они должны оставаться А почему в этом году Так активно Этот процесс начался Конкретно где Вырубки Алые паруса Парк Победы Склон Другие места Для меня конечно Других мест Не существует Кроме алых парусов Потому что Когда Участок Вернее здание Алых парусов Отдавали Сколько я помню Парки туда не входили В тот земельный участок Отведенный И Все детство мое Проведено Было на Октябрьском 66 Это напротив Алых парусов И конечно Мы там и кораблики Пускали и бегали И войнушку Играли с пацанами Как раз вот в этой зоне Но вы сказали Смотрите Что в Европе Действительно Она вся каменная Там дом Дорога Все залито асфальтом Или замыщено Это понятно Но существуют Какие-то рекреационные зоны И парки Достаточно значительные Территории Это тоже ведь Закономерный процесс Организация Я не говорю Что их не должно быть И наоборот Вот буквально Буквально Этой зимой Вот это вот В рамках ТОСов Появилась совершенно Потрясающая Инициатива На кирпичке Улица Романа Ердякова 6 Они Как раз Их проект Это создание Парка имени Высоцкого У нас на самом деле Еще много мест Которые можно Обустраивать Что такое ТОС? Территориальное общественное Самоуправление Вот территориальное Общественное самоуправление Кстати говоря Что касается Алых парусов Немножечко вернемся назад То буквально На следующий день После того Как прошли выборы В общественную палату Кировской области 4 мая Ваш коллега Марат Френкель И еще Члены общественной палаты Участвовали В небольшом мероприятии Где собрались граждане У Алых парусов Которые Протестовали Против вырубки деревьев И Марат Ашерович Поддержал собравшихся Предложил начать Сбор подписей Против вырубки Парков И скверов Да И так вот Председатель ОЗС Алексей Ивони На недавней встрече Общественной палате Сказал Если будет собрано Большое количество Подписей То этот вопрос Будет рассмотрен На законодательном собрании И вы говорите о том Что есть еще Территориальное объединение Я знаю Что в бытности Вашей работы Как депутата Вы очень активно С населением работали В том числе И по сбору подписей Например На благоустройство Дворов Да Вот скажите Меня заинтриговала фраза Что если будет собрано Большое количество Подписей То этот вопрос Будет рассмотрен То есть все-таки Инициатива граждан Это первое И если граждане Не организуются То будут вырубать Или не будут там Прибирать дворы Или что это такое Почему Ну вот Каждое событие Подобное Или происшествие Должно сопровождаться Достаточным количеством Давайте поделим вопрос На две части Давайте Смотрите Вот Принимая непосредственно Участие в работе Комиссии По выделению Земельных участков Я знаю Что за последний год Нет Наверное Правильно сказать За одиннадцатый год Очень много Администрации Районов Выходили С просьбой Зарезировать Те или иные Земельные участки Под зоны Для Которые Не подлежат Застройке То есть Территории Постоянно Резервируются Поэтому Говорить о том Что мы сокращаем Места Где могут быть парки Ну вот Я наверное Согласиться Все таки не могу Я считаю Что Определенная политика В этом плане В городе есть Другое дело Что С одной стороны Выделяя С другой стороны Теряя Особенно в центре Города Вот на таком пересечении Мне конечно Валых парусов Искренне жаль Вот эти два Участка Два парка Два сквера Ну Я только Не совсем понимаю Когда мы говорим О том Что Мы Не допустим Надо Понимать Есть ли у нас Такие ресурсы Это когда народ Говорит Что мы не допустим Да Это народ Должен понимать Есть ли у него ресурсы Не только народ Любой человек Когда говорит Что мы Сделаем все Чтобы этого не было Мы должны понимать По какому пути Мы пойдем Вот этот конкретный человек Должен понимать Что он сделает Какой шаг дальше Он конкретный человек Сделает Ну Ну наверное Как Как Некие эмоции Ну такие Не подкрепленные Разумом Да То есть нам не нравится Вырубка деревьев Мы против А что с этим делать Вот Но когда идет дальше По цепочке Да И переходит на уровень Исполнительной власти Там Законодательной власти То там уже должны понимать И вот В чем проблема Вот этого чиновничного Так называемого Птичьего языка Он учитывает Все особенности Процесса Ох Сложно выговорить Я конечно Чувствуется Что пять лет Проработали При должности Чиновничий язык Участливый Да Все понятно Наверное Будет Когда я еще раз Прослушаю нашу с вами Программу Сергей Николаевич Вот как раз К этому пункту Я хотела обратиться Как вообще Переход из Гордумы В члены общественной палаты Судя по формулировкам Которые вы используете Переход все еще длится Еще наводящий вопрос Значит задам Смотрите В Гордуме В Гордуме Вы курировали Депутатскую комиссию По городскому хозяйству По бюджету и финансам По имуществу И земельным отношениям Да Да А когда вы избирались В общественную палату То там говорилось о том Что выборы происходили С учетом того Кто за что может отвечать В том числе Вас Прочили Человек Который будет Курировать Социально-экономическое Направление Деятельности Общественной палаты Правильно? Ну мне бы хотелось Это не значит Что это так и будет Еще не сбывшийся факт Но мне бы действительно Разумным и уместным Собородательное собрание Там у алых парусов Подталкивает население Общественных Потому что вот они Консолидировали свое мнение Собирали подписи То есть представляется Общественная палата Таким промежуточным Звеном Между например Законодательным собранием И общественностью Так ли это? Ну в общем что тогда Да? Да, а как? Ну вы мне скажите как Как вы себе представляете Что такое общественная палата И вот куда она должна идти Как она будет Заимодействовать с людьми Чем она поможет Общественности И законодательному собранию Одна из основных задач На самом деле Задачу общественной палаты Всего шесть Если шестую мы Откидываем взаимодействие С общественной палатой Федерации То таких действующих Остается пять И одна из задач Это экспертиза Проектов законов Влияющих Ну как бы Существенно влияющих На регион Я считаю что Вот в этом Это точка Приложение Очень важное Это взаимодействие С депутатским корпусом А как это народ Собирается в общественной палате И сами между собой Что-то обсуждают Потому что люди Это на самом деле Население И та самая общественность Об общественной палате Знают не так много Я вот была на сайте Общественной палаты Там вообще Форума никакого нет Как вы оцениваете Вот как вам поступают В письменном виде В устном виде Заявления людей Их мнения Как вы это Консолидируете Мнение Мнение выражается То есть вообще На самом деле Мнения поступать Могут быть с разными То есть есть сайт То есть на сайте Есть электронная почта Есть место Куда можно прийти Есть телефон По которому Можно позвонить Да действительно С моей точки зрения Может быть В общественную палату Люди должны были бы Прийти А не в законодательное Собрание В том числе По проблеме Земельных участков Для Многодетных семей Мы поговорим Об этом обязательно Сегодня Так Они не знали Что можно прийти Туда вообще Они не знали Что можно прийти И поэтому Вот мы уже С Тахирлиевичем Переговорили Сегодня Мы постараемся В этот процесс Вот все-таки Я за ним слежу Как-то поплотнее Влиться Это не значит Что еще Вот Еще одна ступенька Контроля Да Это означает Что Вот Ну все же Мы оставим Свои интересы Иногда становимся Максималистами Да Я знаю Что допустим Люди говорят Что ужасные участки Дали там В Кирове Давайте попозже Поговорим про участки Потому что у нас Будет небольшой перерыв Я хотела бы До перерыва Все-таки Чтобы вы выразили Четко свою позицию По поводу Именно вашего перехода Из Кировской городской думы В общественную палату И почему вы это сделали И как вы себя там видите Вообще Вы считаете Что Участие в деятельности Общественной палаты Ваше участие Действительно принесет пользу Да Какую Может быть самонадеянно Ну да На самом деле Я бы не стал говорить о переходе Я бы сформулировал по-другому Наличие статуса депутата Не позволило мне Принять участие В конкурсном отборе Когда формировалась Общественная палата Потому что С общественной палатой Мы еще в 2005 году Вернее Когда это все становилось Мы с Селезневым Ездили еще в нижней В составе делегации И в общем-то Часть Тех Кто сейчас в общественной палате Присутствует Мы с ними знакомы Достаточно давно Вот А для чего нужна Общественная палата Ну В первую очередь Опять же Тот тезис Который я говорил Раз я представляю Интересы Ассоциации Которая меня выдвинула Ассоциации Вопускников Президентской программы Нам Всем Которые Молодые люди Успешные люди Я считаю Потому что это Управленство Среднего и высшего звена Нам бы хотелось Чтобы наш регион Становился Все лучше И лучше Потому что Мы из него Не собираемся Никуда уезжать Это хороший лозунг Такой Под которым Можно зайти Общественную палату Но все же У меня складывается впечатление Из того Что мы сейчас С вами Наговорили Здесь Что все-таки Члены общественной палаты Представляют не Общество В целом А общество Ну вы так сказали По крайней мере Акцентировали Что я представляю Интересы Вот этого Конкретного Общества Президентской программы А не общество Вот здесь Какое-то противоречие Есть Все-таки Мне кажется Общественная палата Вот что я не должна Была делать Не выражать Своё Особое мнение Поэтому обращаюсь К вашему Есть это ощущение Или нет Или общественная палата Действительно Выполняет свои функции И она должна Представлять Интересы Обществ Сфера задачи То есть опять же Когда мы начали Пытаться сформули Кто такой депутат Здесь точно так же Конечно В первую очередь Представлять Интересы общества И безусловно По той позиции Которая касается Вырубки Зелёных насаждений Безусловно Я представляю Интересы общества Потому что Ну как бы Позиции Нашей ассоциации Не задеты Если окажется Что Мы будем Обсуждать Какой-то вопрос Касающийся Деятельности ассоциации Например Социально-экономического Развития Безусловно Я буду ориентироваться В том числе На мнение экспертов Своей ассоциации По тем или иным вопросам Здесь на самом деле Всё очень Мне кажется Честно и понятно Ну вот Или непонятно Не знаю Не знаю Не могу пока сейчас Делать вывод Надо подумать Над этим У меня всё-таки Противоречивое ощущение По этому поводу Вот смотрите Когда проходили выборы И голосование Общественной палаты Кировской области Принималось в учёт Той Как я уже говорила Что нужен человек Который возглавит Одну из двух комиссий Там было две комиссии Выбрали двух человек И вы ещё не знаете Будете ли вы возглавлять Комиссию По социально-экономическому Развитию И всё же у всех Складывается мнение Что это будет Всё-таки так Вот перед тем Как мы сейчас Уйдём на небольшую рекламу Буквально двухминутную Я хочу поставить вопрос Который Хотела бы Чтобы вы обдумали И рассказали мне По поводу него Возможно ли Развитие В том числе Социально-экономической Нашей области Без вливания Иностранных инвестиций И привлечения Иностранной рабочей силы Я сейчас упоминаю О дискуссии Которая поднялась В обществе По поводу Прихода китайцев На нашу землю Это аренда земли Которая выделяется В нашей области А также Некоторые технологии Наших предприятий Которые разрубают Биологическое топливо Куда тоже приезжают китайцы Сейчас мы уходим На небольшую рекламу Вернёмся через две минуты Это особое мнение На волне 101FM Не переключайтесь Особое мнение На 101FM Это программа Особое мнение Меня зовут Светлана Занько Мы продолжаем беседу С новым членом Общественной палаты Кировской области Сергеем Улитиным И вопрос Который мы До ухода на рекламу Поднимали Это Необходимо Или Будет ли развиваться Наша область Как насчёт Нашего социально-экономического Развития В присутствии И в отсутствии Иностранных инвестиций И упоминали о том Что сейчас Земли мы готовы отдать В аренду Любым желающим За просто бросовые цены Китайцы тут объявились Компания Айсин Мы говорим Что у нас есть биотехнологии В нашей области И снова здесь присутствует Китай И тут пока была реклама Выяснилось Что вы даже в составе делегации В 2010 году Были в Китае По поводу чего Это была поездка В городе Тайчжо И была вероятность Что в городе Котельниче Состоится Совместно с китайской стороной Логистический центр Который дал бы прирост Ну то есть очередной толчок К развитию города Котельниче У нас есть выход на север И вот это вот Достаточно интересное С транспортной точки зрения Стратегическое Расположение Нам казалось Что Китайская сторона Проявила интерес Ездили мы втроем Жданов Это на тот момент Глава города Котельниче От правительства Созетил Казаковцев Олег Александрович И вот От города ездил я Ну так и что И что с логистическим центром Нас хорошо приняли Выслушали наши предложения К сожалению Встречного визита Не состоялось Что означает Что Рассмотрев все возможные Варианты Видимо китайская сторона Не нашла для себя Это интересно Иностранные инвестиции В нашу область Необходимы нам Как воздух Я бы по другому Сформулировал Не иностранные Вот если убрать Слово иностранные Замените его на слово Внешние инвестиции Да Приток капитала Безусловно Дает оживление Экономики региона Вот Да надо Это надо Это потому что Рабочие места Это налоги Это А что такое налоги Да деньги в тех же Муниципалитетах Конечно надо И вот мы предлагаем Землю Мы предлагаем Технологии И что-то не сильно Рвутся к нам А я не думаю Что сильно Рвутся везде В конце концов Кроме Турфа Ну И человеческого ресурса Как сказано На сайте правительства У нас Сильно-то похвастаться Нечем Да Биотехнологии развиваются Но пока наверное Ну хорошо бы Чтобы там появились деньги Пусть Не силиконовая долина Но По крайней мере Кировский биокластер Пусть работает И от того Что там будут присутствовать Не только наши деньги Региональные Ну я в этом плохого Ничего не вижу Нет Плохого-то ничего Конечно нет Плохо что не рвутся К нам со своими деньгами Ну значит плохо предлагаем Или предложить Пока нечего Как А земля Куча земли И опять же Биотехнологии Или они просто В конце концов Я думаю Что если китайцам Ехать за землей То у них и поближе Земли найдется В той же допустим Новосибирской области Да не честуют их там сейчас Как выяснилось Ну вот это А вот это уже другой разговор То есть понимая Что придут деньги Мы должны понимать И иные последствия Которые за этим последуют То есть Экономика региона Получает развитие Что она получает Например С логистическим центром Для меня было Тоже большим откровением Что в принципе Логистический центр Достаточно большой С точки зрения Прохождения грузов За счет Своей Вот Так совершенно Другого уровня Производительности С точки зрения Занятости Людских ресурсов Это Прирост очень был Небольшой И мы должны понимать Что любые технологии Которые к нам приходят Если это современные Технологии А другие В общем-то Особо допускать Наверное и не надо Ну вы как представитель Вот людей Как вы сказали Бизнеса Людей наиболее Продвинутых В нашей области И в то же время Поминаете Значит плохо предлагали Вот съездили Логистический центр Предложили Китайцы не приехали Ничего не сказали Это кануло в лету Сейчас Выложили землю На стол Берите кто хочет Никто не придет Что значит плохо предлагали А как вы считаете Нужно предлагать Мне трудно Мне трудно давать Свои оценки Есть такая вещь Что даже хорошее дело Сделанное не вовремя Оно не дает эффект Просто то есть Рано еще Или поздно уже Может быть просто не вовремя Может быть просто не вовремя Может быть не в том месте Но на самом деле Большого стоит Я думаю что Никита Юрьевич Совершенно правильно делает Популяризируя Кировскую область То есть вот это вот Должно где-то вот уже На каком-то уровне Страны набиться так Чтобы люди Ну как бы Чтобы приехали посмотреть На Никиту Юрьевича Ну не на Никиту Юрьевича Никита Юрьевич здесь Как раз он является Популяризматором И даже если приедут Посмотреть на него И при этом еще для себя Какие-то оценки сделают И дальше расскажут Уже хорошо Знаете как интересно Вот в газете Бизнес-новости В ближайшей В последней Которой вышел Свежий выпуск Говорится о том Что рейтинговое агентство ФИЧ Ожидает экономического роста В Кировской области Вот они объявили о том Что у нас рейтинг хороший Мы будем развиваться Экономика будем развиваться И тут же этот рейтинг Отозвали То есть больше не будет Проходить Производиться анализ По нашему региону А самое интересное Что в комментариях В интернете Люди говорят о том Что это связано с белых Что вот ФИЧ Отозвал рейтинги Значит белых скоро уедет И пишут люди Объясните мне кто-нибудь Кто связан Как связан рейтинг ФИЧ И белых вообще И тут дальше поясняет Следующий товарищ Никита с западом Плотно связан Нет Никиты В регионе Уйдет и запад Что это за связь такая Вы находите Что здесь есть связь Вопрос Какой конкретно запад Уйдет Давайте сразу Мы только что обсуждали О том Что запада В регионе нет А теперь мы обсуждаем Другое Что с уходом белых Допустим Не будет Запада в регионе Так его тут и нет Тогда о чем мы обсуждаем Да не будет такого Что с уходом белых Вообще никого не будет Если вы говорите Что Никита Юрьевич У нас основной бренд Но не вы говорите Нет Я всего лишь говорил О том Я говорил О правильной позиции Губернатора По вопросу Популяризации области Не спорю Да Я всего лишь говорил Про это Я не говорил Что он только этим Занимается и ездит Это было бы неправильно Но Я не знаю К сожалению Как это рейтинговое Агентство Формирует свои рейтинги По каким критериям Если у них Есть в одном Из оценочных Допустим Фигура губернатора И какие-то критерии К ней Ну может быть Но мне кажется Что Даже большие Крупные агентства Иногда В своих расчетах Выкладывают Допустим Информацию Которые Что-то не учли Может быть Вполне такое Я вообще была удивлена Что фич Занимается анализом Нашей области Вот поверьте Для вас Фич Это более Знаковое слово Чем для меня Для меня все-таки Для большинства Населения Кирова Вообще ни о чем Не говорит это слово И рейтинги в том числе Мы знаем Что они сделали С фондовым рынком Да Эти рейтинги Хорошо Оставим Никиту Юрьевича Его и поход на запад Или приход запада сюда Мы с вами собирались Поговорить о земле А в частности О законе Бесплатном предоставлении Гражданам Имеющим трех и более детей Земельных участков На территории Кировской области Его Дмитрий Медведев Там не знаю Загородный дом Квартиру Что-нибудь Скажите пожалуйста Вот в нашей области Я насколько понимаю Вы Осведомлены По поводу Реализации Этого закона В нашей области Правильно он Реализуется Хорошо организован Там я не знаю Сбор заявлений Правильно ли земля Выделена И вообще Не уйдет ли эта земля Так же как и материнский капитал Просто спекулянтом На повседневные нужды Этих людей И то есть Это будет очередной Просто лозунг О том что Вот мы выделили землю А жить то на ней Будут совершенно другие люди А не многодетные Семьи Так С чего-то бы начать то Сразу много С конца Вот реализуется закон В нашем городе В нашем городе Закон реализуется 800 семей Подготовлены 200 земельных участков Насколько я понимаю Где-то до конца лета Появятся остальные Земельные участки И в принципе Участки которые выделены сейчас С моей точки зрения Они хорошие Что в Зарольнищах Что в Субочке Эксперты сказали Что участки хорошие Мне хотелось услышать Ваше мнение Не будет ли это Простой реализации Вот На путстве Ушедшего Дмитрия Медведева Ушедшего с поста президента А в итоге Эти участки дадут людям Люди их продадут Жить на них не будет Это просто фикция Ну и что На самом деле Что-что Что фикция Или что продадут Ну продали То есть смотрите Первоначально что было Первоначально была задача Как-то повысить рождаемость Еще одним стимулом Выделения земельного участка На самом деле У меня есть знакомый Который тоже написал заявление Который тоже Многодетная семья У них строится дом Он обеспеченный человек У них строится дом Он говорит Да ну в общем-то Хорошо Ну потому что Я эту землю Реализую И у меня появятся У детей Какие-то дополнительные возможности Там отдохнуть Ну не принципиально Да Нет ничего страшного В том что Часть семей Эти земельные участки Продаст Не начав на них строить Для них это дополнительный доход Я очень надеюсь Что они за эти деньги Что-то хорошее Сделают своим детям Кто-то может Просто улучшить За эти деньги Ну сколько Если 10 соток Ну 1500-1700 Этот участок Может стоить Ну кто-то может Существенно улучшить земельную Ну по крайней мере Плюс одна комната В семье появиться может То есть ваше особое мнение Что любые такие законы Которые как материнский капитал Как землям Многодетным семьям Должны существовать Как бы люди их не использовали То есть контролировать Никак не надо Я бы не стал Вот по крайней мере Именно поэтому Я бы наверное не стал Всех под одну гребенку Но именно этот закон Замечательно Если семья получает Какое-то участок Которое может распорядиться По своему разумению Давайте под занавес Нашей программы Последний вопрос Такой полегче С праздниками Какая-то беда происходит Буквально у нас Одна минута осталась В нашей стране Как вы считаете Вот просто ваше мнение Да Нет Или по другому Собираются сократить Новогодние праздники И продлить Майские праздники Вы бы что сделали Я поддерживаю Продлить майские праздники А еще есть мнение Что вообще надо отменить А то мы вообще не работаем Да все мы работаем Кому надо Тебе выходят Работают столько Сколько надо Спасибо большое Сергей Улитин Член общественной палаты Кировской области Был сегодня в программе Особое мнение Я Светлана Занько Благодарю вас И прощаюсь До новых встреч До свидания Особое мнение На 101FM